хотите каждый получить вот такую же великолепную пасху именно не кулич а пасха это называется себе на стол смотрите видео всем привет сегодня я покажу как я готовлю пасху именно из творога творожную заварную пасху вы потому что куличи я уже показал как я делаю они получаются великолепные пышные вкусные ароматные а теперь пришло время именно пасхи у меня в чашке находится уже 700 чуть больше грамм творога но все граммовки в описании я дам на килограмм творога поэтому можете спокойно переходить брать закупать и смотря ролик спокойно готовить для себя это будет вкусно и вот это как всегда первым делом я замочил изюм он меня отборный но я буду использовать еще вот такие вот цукаты может они здесь хахарные и какие-то химические но мне так нравится и оставляю в сторонку стоять пусть они отмокнут размокнут лишняя грязь уйдет хотя они очень чистые многие рецепты показывают что сначала надо сбить вернее протереть творог через сито там взбивают его каким-то блендером потом потом все заваривают я тогда уже задался мыслью почему так происходит а потом у одного блогера увидел у хорошего повара как делает он и замечательно объяснил но я покажу вам все просто беру сметану сразу отправляю всю сметану к творогу отправляю обычный сахар и ванильный сахар можно добавить экстракт ванили либо чем-то еще заменить похожим пожалуйста это на ваш выбор добавляю сразу три яйца можно готовить только на желтках но мне нравится именно готовка что идет в рецепт все полностью на это количество творога и отправил три яйца но если брать чисто желтков то тогда надо брать штук 5 хороших таких и у меня масло уже комнатной температуры здесь 100 грамм отправляют уже сразу все в массу и теперь самым простым способом при помощи блендера это все равномерно потихоньку на самой низкой скорости перемешаю в однородную массу поэтому здесь можно конечно перетирать через мясорубку но это во-первых сколько физических усилий во вторых смысл если можно сделать все сразу здесь она и перемешается и забьется и мы разобьем вот эти вот зеренки самого творога процесс я пока остановил чтобы включить плиту а на плите будет у меня закипать вода то есть готовится водная баня при приготовлении водной бани очень важно то чтобы чашка верхняя не касалась воды смотрите за этом лучше всего если у вас будет какая-то из нержавейки тонкая чашечка она быстрее прогреется но у меня такого размера подходящего нету включая чтобы вода потихоньку начинала кипеть уже тем временем продолжу взбивание блендером вот все готово у меня получилось равномерное момент такая вот гладкая масса сейчас я попробую на вкус достаточно сладкая чувствуется ваниль как раз закипела вода теперь я возьму и все отправлю на плиту все переливаю сюда когда поставили на водную баню то не отходите постоянно помешивайте получается так что температуру до которой надо поднять можно либо попробовать опуская собственный палец туда либо же используя термометр я буду использовать термометр если у вас есть то ориентировочно 70 75 градусов выше не надо иначе может творог потом опять становиться после остывания крупинками либо же если вы палец окунули и вам очень горячо то что вы фактически не можете больше держать тогда тоже убирать и либо же когда появится первый бульк так называемый значит все хорошо когда первый бульк прошел дело несложное не отходите самое главное помешивайте чтобы все это хорошо у вас заварилась получается интересно что ты уже сколько делаю водную баню в этой кастрюльке с этой чашкой всегда с одного края идет пар здесь вот спокойно можно держать ничего нету избытки пара выходят в одном месте поэтому я проложил полотенце чтобы на дерево меньше попадала когда происходит нагрев можно заметить насколько жидким становится субстанция кажется что она вот такой растаявшие мороженое и она на вкус очень похоже на растаявшие мороженое но масло когда начнет потом остывать будем остывать и растужать все это она придаст вязкости то есть не будет такое что все вытечет куда-то у нас непонятно нет не беспокойтесь масло нам поможет загустению или загущеванию тут уж я не знаю как правильно ну вот долго и коротко 75 градусов я выключаю плиту и сейчас перенесу на полотенчика уже чтобы немного остыла масса и вот теперь такими помешиваниями я немного остужаю массу всю можно поставить в другую чашку с холодной водой тогда будет быстрее проходить процесс остывания сейчас будет монтаж и когда подостынет продолжим пока твороженная масса заварная где остывает я слил кипяток и теперь просто возьму на бумажном полотенце просушу именно изюм теперь беру у меня это как они правильно называются миндалевый орех на такие вот пластиночки нарезаны но я взял меньше изюма чем будет указано в описании потому что как я сказал я хочу использовать вот такие вот даже называется цукаты ну цукаты по-русски небольшое количество то есть заменю их именно то есть буквально по половинке могу сразу уже сюда отправить можете больше можете меньше это делается уже на ваш вкус это такие же цукаты только они фруктовые разные кто-то хорошо относится к ним к цукатам я имею ввиду кто-то хуже но делайте на ваш выбор можете даже какие-то другие орешки взять пожалуйста у меня есть грецкий орех но я не хочу сюда использовать поскольку миндаль на мой взгляд сюда подходит гораздо лучше этим рецептом я закрываю свой гештальт так сказать поскольку я пообещал этот рецепт приготовить пожалуйста надеюсь что воспользуетесь этим также проходите в описании там будет ссылка на мой телеграм-канал на мой телеграм-чат также будет на канал и на чат алексея грилькова моего хорошего знакомого лёша привет проходите в чат общение всегда поддерживайте можете задавать любые вопросы в тот момент когда остывает можно взять натереть еще цедру но это по вашему желанию не до именно а когда уже масса наша пороженная остывает иначе может быть выделяться чересчур эфирные масла с цедры и будет какая-то горечь появляться чем же хотим хорошую пасху вообще по-хорошему это можно оставить в холодильнике на пару часов либо если еще у вас прохладно вынести на улицу быстрее процесс будет происходить вот прошло какое-то время уже посмотрите сейчас уже остыла достаточно хорошо насколько густым стало в камеру в другую хорошо должно быть видно теперь я сюда отправляю все орехи цукаты и весь изюм тоже естественно суда теперь стоит очень хорошо все перемешать поскольку они будут стараться вот эти все и цукаты и орехи и изюм слипнуться в одну кучу надо очень хорошо перемешать можно взять даже какой-то там блендер обычный и все это ну распределить равномерно формировать я буду пасху в такой форме самой обычной сделаны из четырех досочек конечно есть продаются подобные и пластиковые и внутри можно сделать надписи буквами христос воскрес с крестиками надо взять именно влажную марлю в четыре раза сложить его хорошо получается до дна и и распределить потом я возьму просто небольшую поварежку такую видно уже насколько застывает хорошо заполняю форму полностью жидкость я поставил на дуршлаг чтобы лишняя жидкость которая будет выделяться просто сливалась в нижнюю тарелку вот я заполнил у меня осталось еще немного я попробую в другой формочки сделать некоторые люди закрывают и ставят под пресс я делаю немного по-другому оставляю вот так вот чтобы стекало чуть чуть видно он уже пошло и отправляю в холодильник минимум часов на 10 естественно если будет масса чуть уходить можно взять и добавить ну вот это вот все теперь встречаемся с вами через десять часов прошло даже больше чем 10 часов сейчас скажу точно где-то почти 13 часов прошло но ничего страшного я несколько раз добавлял потому что жидкость выходила проседала немного и я сливал раза три или четыре жидкость с тарелки теперь вот убрал сейчас буду разбирать так не старайтесь перевернуть вот опять уже натекло переверните и теперь я включу режим мастером профессионал теперь аккуратно снимаю одну стеночку обязательно надо просушить если деревянные аккуратно убираю вторую стеночку и теперь аккуратно снимаю тряпочку по совместительству она же марля о какой мне красивый домик получился да но не идеальный но мне самое важное при этом вкус на можно было получше конечно уплотнить но врожденная криворукость не дает мне этого сделать но зато вы видите на самом деле как она есть они как-то по желанию можно взять какие-то сладости какой-то сироп сверху полить вот так вот то есть смотрите она достаточно плотная хотя я ставил в холодильник а не в морозилку это очень важный факт потому что найдите большую морозилку а если под прессом то где это такие найти я вот так сейчас чисто символически украшу красота сложно было готовить да нисколько не сложно вкусно я уже пробовал вкусно можно попробовать эту но я хочу ее сохранить у нас скоро тоже мне родители соблюдают больше православные традиции поэтому я убираю в сторону но я же делал еще попытку в пластиковом контейнере сделать но там потерпела фиаско но вот виде такого мороженого у меня теперь сейчас я это охлажденная холодненькая попробую это просто великолепно присутствует какой-то пломбирный вкус я имею ввиду пломбирного мороженого тут же твороженый вкус достаточно нежный мягкий обалденно все сочетается можно летом вот так вот даже просто приготовить в чашку остудить и потом всей семьей или в одно лицо употреблять простите употреблять это каким-нибудь вечером с чаем там с кофе либо еще с чем-то великолепно да и очень важная информация для готовки перед тем как начнете готовить все достаньте все продукты за часа полтора-два из холодильника чтобы они были комнатной температуры тогда у вас будет и смешиваться все лучше то есть и процессы как бы то ни было даже погружным блендером взбивание происходит тоже происходит лучше сахар лучше в теплом раствориться одни профиты имейте это в виду и как вы видите в простом холодильнике без гнета этот рецепт осуществим так что поздравляю всех с наступающим светлым праздником воскресения христова желаю вам всем благополучия берите этот рецепт как я сказал не только на праздники но и на обычный день потому что это очень вкусно и полезно здесь в минимум каких-то вредных веществ ну а я с вами прощаюсь скоро увидимся пока